Недавно свою работу завершил федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» легендарного советского общества знания. Москва и Подмосковье, Петербург, Сочи. С этих площадок диалог на всю страну вели более 200 самых авторитетных экспертов. Известны государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта. Участники марафона услышали ответы на самые актуальные вопросы современности, обсуждали новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах. Среди участников были представители нашей республики. С одним из них мы встретились в нашей студии. Здравствуйте, друзья! Знакомьтесь, Владислав Бабич, ученик 10-го, не, теперь уже 11-го, да, класса? Да. Средней школы поселка Кавказского, заодно и член Прикубанского казачьего районного общества. Владислав, ну я поздравляю тебя, что ты принимал участие в таком замечательном мероприятии. Я тебе, честно говоря, завидую. Потому что я смотрела вот во все дни, да, трансляции. Какие у вас спикеры, как это было интересно. А скажи, пожалуйста, Вячеслав, как ты туда попал? Для этого надо быть отличником, принимать движение в какое-то вот участие в общественной жизни. Что надо для того, чтобы попасть на такой марафон? На самом деле все очень просто. Просто нужно следить за своим образом жизни, участвовать везде, не бояться главное. И так получилось, что от друга я узнал о таком мероприятии, просветительские игры. И весь апрель мы выполняли задания, какие-то выполняли проекты, и самые лучшие активисты попали именно в Москву. Но проекты вы выполняли на разные темы и потом отправляли в Москву? Или куда вы их отправляли? Я хочу понять, вот каждый может принять участие и попасть в Москву или нет? Абсолютно каждый мог зарегистрироваться и участвовать. Ведь задания были относительно разной тематики. Это были какие-то онлайн-челленджи, допустим, снять видео, выставить в социальных сетях, с каким-то там про республику, про свои традиции. И выполнить социальные проекты на какую-нибудь тему в плане России, роли России в мире, туризм, культуру России. Я делал проекты. Также были и киберспортивные турниры, где абсолютно тоже каждый мог принять участие. Даже на удачу попасть, это тоже очень здорово. Какие-то викторины, именно интеллектуальные. Были онлайн-трансляции. Мы смотрели лекции, искали в них коды, какие-то шифры. И вот так вот, выполняя задания, нам зачисляли баллы. И всего топ-6 региона, 6 человек попали в финал. Это, наверное, отличники, я так думаю, да? Да, в школе стараюсь. Тем не менее, вот сейчас на золотую медаль иду. Ух ты, какой ты молодец. Молодец, Владислав. А скажи, вот задание, которое ты отправлял, сам писал или из интернета сдирал? Ну, если честно. На самом деле, не требовалось из интернета искать, потому что, во первую очередь, это интересно мне, это мне нужно. И, в принципе, особой такой сложности я не видел. Ну, в общем, тебе легко удалось. Ну, потому что отличник ты. Владислав, а скажи, вот ты узнал об этом решении, ты поехал, и твои впечатления. Ты ожидал, что будет так? Или это превзошло то, что было твои ожидания? Небольшая предыстория. У меня есть хороший друг с Магадана, и мы с ним как-то пообещали встретиться. И вот как раз-таки от него я узнал о таком конкурсе. И главной моей целью это было участвовать и встретиться именно с ним. Мы поехали, и что хочу сказать, я встретил столько знакомых друзей с большой переменной конкурса, с российского движения школьников. Это были ребята, которые действительно остались в моем сердце, и так радостно было. Ну, естественно, впечатления какие? Адреналин, веселье и гордость за нашу Россию. Ага. Ну, смотри, там было столько спикеров, которых, ну, навряд ли в реальной жизни можешь увидеть их выступления, да? Министр иностранных дел Лавров, пресс-секретарь Песков, да, нашего президента, министр финансов, министр транспорта. То есть первые лица государства. Интересно было слушать? И чье, может быть, наибольшее впечатление выступления оставило? Лекции безумно были интересными. Дело в том, что действительно с такими людьми нечасто встретишься. И они разговаривали с нами на довольно-таки сложные темы, относительно, зная, то, что мы школьники. Мне безумно понравилась встреча с президентом Чечни Кадыровым. А также самая интересная лекция, я считаю, встреча с, так сказать, Вован и Лексус. Это известные пранкеры, которые действительно шутили, как-то делали социальные пранки. Не в целях повеселиться, а в целях узнать что-то про другие страны. Они, как оказалось, шутили над президентом, получается, Франции. И это очень интересно было их послушать. И мы узнали много чего интересного. Естественно, было интересно еще послушать спикера, который рассказывал о наших сегодняшних достижениях в космической сфере, о космосе, о ракетах. В целом, а все спикеры были довольно-таки интересными, так что не могу сказать или выделить кого-то. Но ты выделил все-таки главу Чеченской республики, но он так не очень-то хорошо говорит. А чем его выступление тебе понравилось? Не то чтобы как... Больше всего мне понравилась его речь. И действительно он говорил правильные вещи насчет России, насчет сегодняшней ситуации. Ведь в целом лекции были направлены на тему роли России в мире. Он рассказывал о состоянии, о будущих таких возможностях и так далее. Понятно. А вот эти пранкеры Вован и Лексус, да? Я поняла, когда смотрела, они именно в прямом эфире разыграли Буша-младшего, когда он думал, что он разговаривает с Зеленским? Или это просто вам в записи показали? Это показали в записи, да. Когда-то они делали такой пранк. Очень интересно было. На меня, например, очень сильное впечатление произвел директор Курчатовского института, когда он сказал, что считает, что Россия это технологически отсталая страна, а энергодобывание энергии это очень высокотехнологический процесс. И мы делаем это лучше всех в мире. Помнишь его выступление? На самом деле такая ситуация была, что нас делили на две группы. Это те, кто позднее, те, кто раннее. И на какие-то лекции приходилось, не получалось прийти из-за графика. И, скорее всего, я мог пропустить эту лекцию. Я его не видел, да? Ну, очень убедительно. Он сказал, что добыча полезных ископаемых, их надо найти, потом извлечь, переработать. Это высокотехнологический процесс. И умеют это делать буквально единицы стран. Мы делаем это лучше всех. Прямо мне так очень приятно было слушать. Ну и Рогозин, да, про Роскосмос рассказывал. Ну, а скажи, Владислав, ты ехал на этот марафон «Новые горизонты» с одним пониманием, что такое Россия и ее роль в мире. А вот когда ты все посмотрел, послушал, как-то у тебя поменялось мировоззрение? Ты, может быть, по-другому стал думать или ничего не поменялось? На самом деле все стало намного лучше. Я и так горжусь и гордился своей Родиной. А сейчас, наоборот, патриотизм внутри меня как-то усилился. Захотелось сделать что-то большее для России, внести вклад, чтобы действительно не только я так считал, а чтобы все жители страны так считали. Вот я с тобой абсолютно согласна, потому что у меня душа болит, когда, особенно наша молодежь, да, она слушает, конечно, умных людей, но они настраивают ее против России. Они показывают все, что есть плохого в нашем обществе. У нас, конечно, есть недостатки, а что там скрывать? Но они не говорят о достижениях, о достоинствах России, правильно? И вот так настраивают нашу молодежь. Конечно, очень обидно. Я очень рада. Вот я смотрела, как слушают школьники, да, у них прям глаза горят. Мне кажется, вот они прям гордость за свою страну испытывали, да? На самом деле, да, это очень классно, тем более послушать вместе с такой компанией, естественно, и очень интересно. Даже не было усталости, мы абсолютно полной энергии шли с отеля где-то три километра до павильона пешком. И все равно было как-то радостно, весело смотреть, слушать. И еще я хотел сказать то, что на самом деле мы поехали туда не только за лекциями, за каким-то общением, с друзьями встретиться. Каждый день у нас были состязания, соревнования. Всего 88 команд было со всей России, это регионы. И каждый день мы боролись за звание стать лучшими. В первый день у нас были интеллектуальные состязания. Это были викторины какие-то на логику, на знание истории. Во второй день мы занимались социальными проектами. Нашей команде попалась тема религия и общество у нас в регионе. Мы быстренько как-то сгруппировались, создали проект, так сказать, союз религий, фестиваль. В третий день у нас был киберспорт и обычный спорт. Это полоса препятствий надувная. Жаль, что в тот день был дождь, все промокли. Но было радостно. Никто не заболел. И как итог, наша республика показала довольно-таки хорошие результаты. Мы стали, можно сказать, призерами. Ух ты. И как приз нам, получается, давали баллы в социальных сетях. Другое дело. И путешествия по России. Ух ты. Вы выиграли? Смотрите, дело в том, что выиграли, получается, 4 первых места до 10-го места. И с 10-го, с 11-го по 80-е место участники получают путешествия по России. Наша Крачево-Черкесия заняла 61-е место. Мы не расстраиваемся, мы идем вперед. Это правильно. Это, наоборот, стимул идти дальше, как-то доказать. И занять первое место. Да. Все еще раз. Так выиграли вы это путешествие по России? Вы поедете? Да, мы выиграли путешествие. Сейчас будем решать вопрос с командой. Куда и как поедем? Может быть, вместе, может быть, по отдельности. Вам все оплачивается? Все оплачивается. Это несколько дней. Какие-то путешествия по разным точкам России. В зависимости от выбора. Это насыщенная программа. Именно что касается не просто отдохнуть, а экскурсий, какие-то тоже лекции. А куда тебе лично хотелось бы поехать? Очень интересный вопрос. На самом деле, мне хочется посещать более-таки отдаленные уголки России. Все равно как-то интересно. Ну, например, какие? Вот. Я бы очень хотел слетать на Камчатку, на Сахалин. Тоже интересно поинтересоваться культурой. А также в такие большие города. Опять в Питер, в Москву, в Сочи. От большой перемены летом я отправляюсь в Калмыкию. Это тоже было путешествие. В выигрыше. Буду ждать Калмыкию. Да. Ну, выбирай Камчатку из Сахалин. Хорошо? Я бы тоже туда полетела. Вот видите, дорогие зрители, учись хорошо, не ленись, принимай участие в общественной жизни. И можно не только побывать в Москве на таком замечательном марафоне, но и бесплатно поездить по России, посмотреть ее достопримечательности. Да. Молодец. Молодец, Владислав. Спасибо большое. Езжай на Камчатку. Все хорошо. Потом расскажешь. Хорошо? Понял. Да. Хорошо? Хорошо? Ну, я смотрела у вас там, вы пробовали, например, вот тренажер «Ласточка», да, как-то управлять. Какие-то у вас квесты были. И там у вас была ориентация профессии, да, и какую ты профессию хочешь выбрать. Ты проходил, кстати, вот это профобучение? Было много таких станций, так сказать, мест, где попробовали, это партнеры. На самом деле, те, кто проверяли ориентацию, вот твою специальность, это университет «Синергия» в Москве. Я проходил, это больше по робототехнике. Ну, хочу сказать, это безусловно интересно, но думаю, что в жизни у меня другие интересы. А какие можно узнать? Довольно-таки сложный вопрос, потому что мне нравится очень много чего. С каждым днем я понимаю, что это число увеличивается интересов. Вообще, мне нравится журналистика, мне нравится военное дело, мне нравятся какие-то, в каком-то плане, точные науки. Это история мне нравится. Каждый день хочу больше узнать про страну, про традиции наши, про все, что связано с Россией. Ну, и про казачество, естественно, да? Да, сам я вот состою в казачестве, буквально месяца пять назад вступил с гордостью. Изначально я мало чего знал о таком обществе и стал изучать историю, потому что все равно интересно, как все это произошло, традиции, обычаи, обряды, что и как. Думаю, это пригодится в жизни. Конечно, пригодится. Ну что ж, у тебя остался всего год до определения профессии. Наверное, мы тебя пригласим в гости, узнаем, что ты выбрал. Хорошо? Хорошо. Расскажешь? Ну что, спасибо тебе большое, Владислав, что ты пришел к нам в гости. Я желаю, пусть твои мечты сбываются, чтобы ты еще не один раз участвовал в таком интересном проекте. Побольше новых интересных проектов. Спасибо большое.